Так, автомобиль LADA, электроавтомобиль, то есть все мы ее завели, шумодвигатель мы не слышим, что очень интересно, в принципе. Так, ну, трогаемся. Индикация D появилась. Индикация D, да, то есть получается это вперед, назад и нейтральная скорость. Даже вот когда газ нажимаешь, не слышишь, шума этого двигателя нет, как и обычный прыг, каждая. Только шум колеса. Только шум колеса. Так, как я понимаю, подвеска здесь все стандартное, да? Да. Автомобиль как раз вот аккумулятор на батарее, который, так скажем, да, они блокируются на уже на серийном выпускаемом автомобиле. С автомобиля у нас оснащен полной навигацией, а коробка передач получается, ну, вперед-назад и две педали, то есть тормоз и газ, и ручник. Нажимаем вперед, прибавляем газу. Нету звука двигателя, ну, как я уже, в принципе, и говорил. То есть, кроме шума колеса, практически ничего не слышно. Включили. То есть, такое ощущение сказано, что, как будто действительно едешь на троллейбусе. Да, вот, если, например, бензинный двигатель, это автобус, то здесь уже, я не знаю, троллейбус, можно сказать. Сжимаешь газ, и здесь весь шумодвигатель идет. Вот это очень нравится. Сейчас направлю. Как понимаю, стандартная. Халинский салон. То есть, чем он не нравится, лично, вот, мое мнение, то, что он просторный, как я с теми автомобилей, а заварил, как отечественные производители, которые у меня были, в принципе, высокий салон, просторный дом. Автомобиль окруливается, ну, то есть, в автомобиле не полно, тепло. Слышит, только шум полос. С другой стороны, комбинация приборов, есть деление, вот такая синяя, она идет снизу. Вот как раз режим реперации, так называемый, когда автомобиль спускается, допустим, сборки, он как бы сам вырабатывает электроэнергию, и за счет чего идет экономия, и сам автомобиль на этой электроэнергию продолжает движение. И расход вот этого заряда на нем самый минимальный. То есть, это, наверное, синий, да? Синий, да. Поэтому, если придерживаться как раз этого синие деления, то дальность хода будет максимальной автомобиля. Это получается у нас, а вот, где вот? С правой стороны комбинация приборов, внизу, нижняя зеленая стрелка, это как раз уровень заряда батареи. Она показывает, насколько хватит, как бы, длину заряда. Еще, если критическое значение стало уже заряда, то у нас совсем мало, в таком случае на комбинации приборов выйдет соответствующая индикация. Автомобиль оборудован подогревом лобового стекла, датчик света, датчик электропогрева лобового стекла. Так, датчик света, датчик дождя, как я понимаю, стандартная магнитола, то есть кустик, две подушки безопасности, как я говорил. Так же и режим печки тоже, без каких-то режимов. В принципе, очень классно, потому что не родилось продвигать, да. Или просто на меня так все хорошо, не знаю. Автомобиль оборудован стандартный у нас получается магнитолой. Стандартной акустикой. С виду изнутри автомобиля полностью стандартный, не считая коробки передачи, это даже не коробка передачи, это то есть вперед-назад и нейтрально, и две педали, а все остальное, все быстрее, то есть две подушки безопасности, и навигация вот тоже. Электроусилитель рулят, да, как я понимаю? Электроусилитель, да. Итак, в этом автомобиле у нас, получается, здесь находятся аккумуляторные батареи под этим чехлом. Так же эти аккумуляторы батареи есть и под задним сиденьем пассажирским. Так, автомобиль Эллада, что можно сказать о нем, то есть нету шумодвигателя, как я говорил, разгоняется, ну, что-то другое. Это вот ненужному времени на, там, не знаю, сжигание топлива, там, то есть впрыск этого, то есть все это время занимает, то есть разгоняется он так же хорошо, как и бензиновый двигатель. Максимальная скорость, как я понимаю, у него 140 км в час, 140-150 км в час в среднем. То есть на левой приборной доске мы видим то, что это у нас, чем больше мы нажимаем на газ, тем больше потребляется у нас энергия. То есть если синенький режим, это мы, например, когда скатываемся с горочки, то есть, ну, самый минимальный затрат энергии, то есть он даже набирает энергию, как я понимаю. Да, он набирает как раз энергию на этом. Справа у нас, вот где мы обычно привыкли видеть, сколько у нас топлива осталось, здесь мы видим, сколько у нас энергии еще осталось и когда нам нужно будет подзарядить. Так, в среднем обычный автомобиль, в автомобиле тепло, две подушки безопасности. Это что-то новенькое, ну, мы переходим на новый уровень, можно сказать, на электроавтомобиль. У нас появился впервые в России, и я первый, кто кому удалось, один из первых, кому удалось поездить на нем. То есть мне очень понравилось, честно, мое мнение.